Приветствую вас. На момент записи этого ответа вам всего лишь один эксперт дал свой комментарий по поводу той ситуации, которая у вас получилась. И надо сказать, что я могу с этим экспертом и его мнением согласиться. То есть действительно ситуация заключается в том, что вы много говорите о том, чего хочет ваш муж, чего хочет ваш мужчина. Но практически ничего вы не говорите о том, чего вы хотите сама. И мне кажется, что вот именно это есть самая главная, самая большая проблема. Потому что вы как бы очень долго шли у него, у мужчины на поводу. Вы очень долго делали то, что он хотел, чтобы вы делали. Вы очень долго, как бы, ну, выполняли весь его каприз, выполняли все, что он хотел, делали все, как ему было угодно, ну и так далее. И вот стоило вам как-то заявить о себе, о своих желаниях. И тут же сразу мужчина, ну, показал себя с очень негативной стороны. И вообще показал, что не готов с вами идти ни на какой компромисс, вообще ничего совершенно, он не желает с вами решать. То есть, либо по его все будет, либо так, как, ну, либо никак в обществе. И надо сказать, что поведение вашего мужчины, оно, к сожалению, к сожалению, скорее всего не изменится. То есть, оно вот, каким было, оно, в принципе, таким и будет. То есть, у него нет резона и нет стимула меняться. И, к сожалению, это факт достаточно очевидный. Ну, по крайней мере, вот на мой взгляд, это факт достаточно очевидный. Я рекомендую вам постараться этот факт, его принять. Чем быстрее вы примете данный факт, тем лучше и проще будет для вас, потому что, ну, совершенно очевидно, что мужчина не готов что-то делать именно для вас. Он готов делать что-то только для себя и, собственно, для того, чтобы ему было удобно. В этой ситуации вы правильно поступили, вы ничего плохого, дурного не сделали. Вы полностью находитесь в своем праве, вы полностью, ну, как бы, справедливо поступаете. И я думаю, что основная проблема заключается в том, почему вы терпели все вот это вот, ну, все это отношение, которое к вам у мужчины было. То есть, что заставляло вас терпеть его такое к вам отношение. Вы говорили, что вы влюбились, но при этом вы терпели, на мой взгляд, совершенно неприемлемое отношение к вам с его стороны. И ради чего, для чего, ну, если честно, мне, лично, мне очень понятно. И что-то заключается в том, что вы, правда, мужчина, он действительно привязан к своим родителям в частности, он привязан к своей маме. И это не его вина, надо сказать, что это вина, ну, как так сказать, это не его вина, это, скорее, родители его так воспитали специально, как бы, специально под себя, специально под свои нужды. И вы не, вы не сможете его переделать. Только если у вас не будет каких-то рычагов давления на человека. То есть, хочется сказать о том, что пока мужчина думает, пока мужчина уверен в том, что вы его и принадлежите вы ему, вряд ли он будет что-то менять. И тогда, отвечая на ваш вопрос, значит, который вы задаете, значит, как вам быть? Значит, вам нужно придерживаться своей дальнейшей позиции, вам нужно показывать мужчине, что вы не готовы, вот, как бы, предавать себя. Вы не готовы постоянно действовать в ущерб себе. И если мужчина вас осознает, что может вас потерять, если мужчина осознает, что вы действительно можете от него уйти, то, вполне вероятно, при условии из наличия у него любви к вам, он может что-то сделать. Что касается развода, то, собственно, здесь таковано, что вы можете подать на развод, даже против его воли. Суд даст вам какое-то время на примирение, а после, если примирение не наступит, все равно вас разведет. И более, что общего имущества у вас, как для кого-то, нет, детей нет, и делить вам особо нечего. Если мужчина увидит, возможно, что вы решились на более такие откровенные действия, то, может быть, это его сподвигнет на определенную модель поведения, на определенное проявление своего отношения к вам, но пока вы поступаете совершенно правильно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!